Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Спас, ну, можно сказать, специальный проект. Дело в том, что в этот раз программа «Россия и мир» выходит в прямом эфире, и мы обращаемся к вам с предложением звонить в нашу студию, задавать вопросы нашим гостям, ну, отец Дмитрий Смирнов, претерей, наш постоянный автор и ведущий, и, конечно же, Ермонах Стефан, секретарь по межхристианским отношениям отдела внешней церковной связи Московской Патриархии. И понятно, что этот проект мы решили организовать в связи с тем, что огромный интерес, комментарии, мнения, слухи, сплетни по поводу, ну, еще не закончившегося визита Святейшего Патриарха в Латинскую Америку. Завтра будет, конечно, такая мощная служба в Сан-Паулу, в этом огромном соборе. Он не в русской православном церкви, но в православном соборе. Это тоже огромное событие для православного мира, я бы скажу так. Впервые русский Патриарх посещает континент. Но разговор наш, конечно, пойдет в первую очередь о том самом начале визита, которому на нашем канале ровно неделю назад, в 21.00, мы вышли в прямой эфир с тем, чтобы показать всем, как это происходит на их глазах. В принципе, когда Святейший еще на соборе архиерейском давно говорил, что открытость и прозрачность – это самое главное. И то, что мы делаем, ну, он обращался к архиереям, не ко мне же, вот, то, что мы делаем, главное будет потом оценено народом. И вот эта рефлексия – это важнейшее. Потом церковь оценит наше деяние и назовет эту встречу так, как она, той, какой она является на самом деле. Он имел собор, но можно перевести это на… И неужели вот эти наивные люди думают, что и понтифик, и патриарх не понимали, что главное будет потом, что подписать можно разные тексты, но вот что будет потом – это наиболее важно. Будет ли это просто протокольная встреча без последствий? Собственно, Святейший всегда говорил, что встретиться можно, а что будет, что мы будем подписывать? Он же никогда не отказывался встречаться, это давний разговор. И вот, наверное, самая первая тема, которую мы сейчас возьмем, это вокруг самого факта встречи. Как мы с вами, Эти, Дмитрий, до передачи сказали, что у нас Пушкин, это никто не читал. Какой? А уж текст декларации 30 пунктов от обработанных, от промыслительных, отточенных серьезными людьми в течение нескольких месяцев, а может быть и лет, мы даже не знаем. Это серьезный документ, его надо читать не с карандашом в руках, а еще обложившись определенной литературой, и иметь право высказывать по нему суждения. Я, например, там только по некоторым пунктам позволяю себе что-то высказаться, а их там 30. Но начнем мы с самого факта. Вот, отче, я, мы были с вами как раз на прямом эфире, вот мы вместе сидели в той самой студии, в которой шел этот прямой эфир на Царьграде. Вот идет, мы не знали содержания, вот оно происходит, но уже вы понимали, что вокруг самого факта будет много разговоров. Вот что в храме у вас, например, что вас спрашивают ваши прихожане? Ну, вообще у нас покой, потому что я даже по этому поводу решил своего друга итальянца пригласить завтра на службу, и чтобы он, ну вот, после причастия, я говорю, вот кто не видел живых католиков, вот посмотрите, пожалуйста, человек прекрасно по-русски говорит, и вот мы с ним друзья. И хочу, чтобы он высказался, как вот он, как рядовой католик об этом думает. То есть я, и у нас было собрание, наше приходское, где тоже я об этом сделал, краткий доклад об этой встрече. И мы вот к прихожанам обращались, у нас никаких вот каких-то вот неприятий не было, наоборот, очень большой интерес. Ведь это все зависит от того, как это преподнести людям. Поэтому... Ну, собственно, наша задача сегодня попытаться ответить на те вопросы, которые могли бы быть, могут быть, понятно, что всех удивляют вот так долго. Хотя спекуляция вокруг встречи тысячелетия, простите, у нее меньше лет. Причем здесь спекуляция вокруг тысячелетия? Ну, это, так сказать, журналистская такая, ход, но бог с ними. Главное, что препятствий было много, и сам факт был невозможен. Они считают нас еретиками, мы считаем их еретиками. То есть здесь много всего. Потом это обросло в течение этих 500 лет разными ужасами, в том числе и унией. Собственно, об этом сразу было сказано. И открыто сказано было, что главной причиной, главным препятствием все эти годы была и остается уния или вот униатизм, как вот понятие. Вот насколько вот этот, является ли это барьером, что вот столько не встречались, потому что мы чуть ли не враги. И вот, наконец, встретились. Там же разные эпитеты произносят по поводу этой встречи в отношении святейшего патриарха. Папе, правда, там тоже достается. Но это мы позже об этом поговорим. Лариса Игоревича, во-первых, безусловно, важен и сам факт встречи. Этой встречи долго ждали, ее долго готовили. Она была нужна, наверное, всем христианам. Христианам и Востока, и христианам Запада. И совершенно справедливо, что уже этот факт, сам факт как таковой, обсуждался с разных сторон. Людей интересовала и протокольная сторона встречи, и то, как это выглядело со стороны, как было обставлено. Но, наверное, пришло действительно время поговорить о содержании этой встречи и подробнее рассмотреть ее итоги. Если вы скажете о протоколе, два слова. Баланс был полнейший. То есть никакого дисбаланса не было. Все было продумано до мельчайших деталей. В том числе и крест сзади, какой, почему этот, как сидит. Все было очень сбалансировано. Но на этом даже не будем терять время. Это неудивительно, потому что встречи такого рода готовятся, конечно, очень тщательно. И уж протокольная сторона прорабатывается надлежащим образом. Удивительно другое, что в результате, что всего за два часа общения с святейшим патриарху Кириллу и папе Франциску удалось обсудить действительно очень широкий круг тем. Тем важнейших. Тех тем, которые имеют значение не только для отношений между двумя церквами, но и злободневных для всего мира, для всей человеческой цивилизации. И вот итоги этого обсуждения нашли свое отражение в декларации, которую подписали стейший патриарх и папа. Какие-то моменты этой декларации уже обсуждаются, подвергнуты анализу более или менее тщательному. Некоторые моменты, на мой взгляд, недостаточно тщательно освещены. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня использовали это время для того, чтобы действительно посвятить его рассмотрению итогов этой встречи, позитивных итогов. Вы упомянули о том проблемном вопросе, который существует в наших отношениях, вопрос Унии, вопрос, связанный с действиями грекокатоликов на Украине. Действительно, эта проблема была, она остается. Она тоже нашла свое отражение в декларации. И об этом уже было много сказано. Но основная масса вопросов, которые обсуждали главы двух церквей, относится к такому позитивному, я бы сказал, контексту. К тому контексту, где просто остро назрело наше соработничество и сотрудничество. Вот этот цивилизационный вызов, который сегодня брошен христианством в целом, он, собственно, и делает эту встречу необходимой. Вот многие говорят, что если бы еще там лет 10 назад там были бы вопросы, но сегодня уже очевидно, что даже, по-моему, Джулиет Акиеза сказал, что вот, встретившись с патриархом московским далеко от Европы, папа решил отделить католицизм, католическую церковь от Запада. Немножко так пытаться провести грань. Ему не нравится современный Запад. В первую очередь, это те самые семейные ценности. Это все, что мы имеем вот такого негативного на Западе. Папа же много раз об этом говорил. Конечно. Вот мы живем в эту прекрасную эпоху, когда все маски сброшены. И теперь уже, ну вот, такую просто жвачку жевать, это уже вообще никто не будет слушать. И действительно, вот тот мир, который именуется Западом, он вызов христианству бросил. И вот лично для меня, я считаю, что это, несмотря на то, что подготовка там, говорили, что она шла 20 лет, но таких вызовов не было. Таких гонений не было на христиан. Не было мученистов в таком кошмарном объеме. Вот такого объема, совершенно открыто, явно, не побоюсь сказать, нагло. И христиане, да что, должны молчать? Или делать вид, так же, как вся Европа, что это ничего вообще не происходит? Вот. Поэтому, наоборот, мне показалось, что это чрезвычайно быстрая и правильная, и очень мужественная реакция двух иерархов. На эти события, и то, что они, вот, перед лицом этой, ну, совершенно сатанинской несправедливости по отношению к собратьям своим, так быстро отреагировали совместно, по-моему, это потрясающе. Это просто пример вообще для всех. Когда нужно, ах, оставим ненужные споры. Вот споры нужны, важны, но когда убивают братьев наших по вере, это наиважнейшее дело. И вынести эту проблему на глобальный уровень, по-моему, это весьма драгоценно. Все споры надо отбросить, мы уже все доказали, если так перефразировать известную песню Владимира Семеновича. Люди наши очень мало понимают, какое давление на Папу тоже ведь происходит, ведь его критикуют очень сильно. Он вступил в достаточно жесткую полемику и с американскими нашими, так сказать, партнерами. И вот эта перепалка с Меркель была недавно. То есть его выступление в Бундестаге в немецком, это очень такие были намеки сильные. Когда была вот эта встреча, значит, там лавина тоже сорвалась ведь. Мы, кстати, не читаем же итальянских газет, но там будет здорово. Итальянских, кстати, меньше, европейских, больше всего, 7 дней. Вообще следует сказать, что римско-католическая церковь, наверное, как никакая другая, лицом к лицу столкнулась с тем натиском того, что мы называем секуляризм, с натиском вот этих вот альтернативных, навязываемых сегодня обществу ценностей, которые происходят на Западе. Поэтому в этом смысле, конечно, римско-католическая церковь в первую очередь, наверное, нуждается в партнерстве со стороны традиционных христианских общин. Ну, и точно так же, как и все церкви сегодня ощущают нужду совместных действий на этом поле. Но мы знаем, вот слышали, конечно, все о тех скандалах, которые окружают, так сказать, римско-католическую церковь, Ватикан на Западе. Мы знаем о том давлении, действительно, которое оказывается на Ватикан, на римско-католическую церковь в плане порой даже прямого принуждения к тому, чтобы согласиться вот с теми нововведениями, которые происходят в ряде европейских стран. Ведь не секрет, что некоторые протестантские церкви согласились с этими нововведениями. Да, это интересно. И если то или иное государство легализовало, например, какие-то альтернативные варианты сожительства, то эти церкви легализовали их тоже уже на таком церковном поле. И вот как раз с такими сообществами, с такими церквами русская православная церковь прерывает всякое общение и отказывается от какого-то бы то ни было сотрудничества, поскольку оно не имеет перспектив, поскольку предаются и оставляются базовые ценности, базовый фундамент, на котором это сотрудничество может строиться. Чего не скажешь о римско-католической церкви. Здесь мы как раз союзники в этом вопросе. Вот это ЛГБТ-сообщество, его крайне такая резкая, агрессивная католическая церковь, фактически из христианских, наверное, одна там сопротивляется. Италья уже как-то так толерантненько относится к этому вопросу. А смотрите, какие демонстрации были в той же Италии и в той же Франции против однополых семей. То есть люди понимают, воспитанные в той самой традиции, что тогда у общества не будет будущего. Лучше избегать этого термина «однополая семья». Потому что семья, она не может быть однополой. Это нонсенс, практически. Семья – это есть семья. А все остальное – это безобразие. Ну вот надо отдать должное. Римско-католическая церковь обсуждала тему семьи два года в рамках заседания одного из своих таких высших органов, в Генеральной Ассамблее Священного Синода Римской Католической Церкви в 2014-2015 году это происходило. И приняла итоговый документ. Была дискуссия непростая, потому что, как я уже упомянул, оказывалось определенное давление на Римский Синод. Но итоговая декларация этой ассамблеи, она, конечно, однозначно и недвусмысленно свидетельствует о том, что Римско-католическая церковь остается на четких позициях приверженности традиционной христианской нравственности, традиционному пониманию семьи, как союза между мужчиной и женщиной, который создается в первую очередь ради того, чтобы в рамках этого союза появлялись дети и воспитывались в лоне христианской традиции. Вот это все было и от других аспектов, между прочим, очень важных, таких как отношение к старикам в семье, отношение к детям-инвалидам. И многие другие вопросы нашли отражение вот в итоговом документе Генеральной ассамблеи Синода Римской Церкви, что является важным свидетельством в наши дни того, что эта церковь остается на традиционных позициях и стоит как бастион, сопротивляется вот тому нашествию, так сказать, ценностей альтернативных, если можно так выразиться, которые сегодня происходят на Западе. Вот в тексте декларации есть там несколько строчек, я позволю себе зачитать. Человеческая цивилизация вступила в период эпохальных перемен. Христианская совесть и пастырская ответственность не позволяют нам оставаться безучастными к вызовам, требующим совместного ответа. Или вот дальше. Мы сожалеем, что иные формы сожительства ныне уравниваются с этим союзом, имеет свой союз мужчины и женщины. А освященные библейской традицией представления об отцовстве и материнстве, как особое призвание мужчины и женщины в браке, вытесняются из общественного сознания. Сколько на этом анекдотов про Голливуд ходит, да, про любовь, о какой вы фильм снимаете. Да я вот, о любовь мужчины и женщины, я весь о ней не буду рассказывать. А, вы снимаете документальное кино. Ответ. То есть уже когда предлагается людям какое-то художественное произведение, в котором нет намека или просто откровенного извращения, это уже сегодня вот так вот в том мире, и нам, кстати, навязывается, и сопротивление очень большое. Ну, у нас вот, слава богу, все-таки в парламенте и в государстве, и в том числе и президент наш, он как-то жестко к этому относится. Сколько его там атаковали, помните, перед Олимпиадой в Сочи? Главный вопрос был к нему на эту тему. Ну, сколько ж можно терпеть все. Да, пугали, так сказать. Значит, я вот хочу еще подключить к нашей дискуссии. У нас есть возможность включить в наш разговор отца Максима Козлова. Здравствуйте, батюшка, мы вас слышим. Добрый вечер, я тоже вас слышал. Добрый вечер, да. Ну, мы, естественно, обсуждаем, вы, наверное, может быть, слышали часть нашего разговора, итоги встречи, обсуждаем вот те пункты декларации, в том числе сейчас мы говорили вот о семейных ценностях, о вызовах. Мне даже вот, понимаете, спросить вас о том, о каком-то конкретном части в этом документе сложно, но я вам задам вот сначала тот же вопрос, который я задал отцу Дмитрию. А что в вашем приходе вас, как настоятеля, ваши прихожане в первую очередь спрашивают, пытаясь вот уяснить для себя, что им непонятно. Мы говорили в самом начале, что вот даже сам факт встречи удивляет. Вот хотели бы от вас тоже услышать. Хороший вопрос. И всех присутствующих в студии, и смотрящих, и слушающих нас приветствуют, с своей стороны, в канун воскресного дня. Каких-то совсем уж неожиданных вопросов не было. У нас такой обычный приход без каких-то чрезвычайных богословских, может быть, интересов у людей. Но наиболее типический вопрос был следующий. А что дальше последует? То есть вопрос был скорее не по содержанию декларации. Она на самом деле, ну может быть, силу какой-то достаточной образованности общецерковных прихожан не вызвала каких-то особенных недоумений. А что дальше последует? То есть вот в каких конкретных шагах может вылиться вот все эти добрые намерения, большие меры открытости друг к другу и декларированных совместных действий, которые сформулированы в декларации. Вот тут действительно возникают, может быть, какие-то вопросы. Пока мы слышали о том, что вот возможность привоза святынь, прибытия святынь из Европы, из европейских стран в Россию увеличится. И может быть, какие-то наши святыни будут доступны для поклонения европейским католикам или католикам иных стран. Какие дальше формы взаимодействия для противодействия тому же воинствующему секуляризму, который был обозначен как одна из угроз, как один из вызовов историческому христианству в документе. И какие формы, собственно, взаимодействия, возможности с тем кризисом, который сейчас происходит, с той трагедией, будем вещи своими именами называть, которые происходят на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И тут действительно мы скорее ждем каких-то ответов. Знаете, провел бы такую аналогию. Если декларацию можно назвать, ну, как некий аналог, там, конституции или закона, то ждем теперь подзаконных актов. В чем это теперь выразится? Какие процедуры будут созданы? Что еще? Может быть, в сфере образования можно предполагать какое-то развитие взаимодействие. Может быть, в сфере коммуникация. Понятно, что это все никак не может относиться к области вероучения, догматики нашего строя. Здесь православие, как церковь, хранящая апостольское предание, как хранящая незамутненную веру, единой, неразделенной церкви, здесь что, собственно, не убавишь, не прибавишь? Мы как веруем, так и будем веровать. И здесь таких смущений. Кстати, вот у меня на приходе не было, поэтому никто не опасается, что здесь что-то может произойти, и все доверяют своему патриарху. Я на всякий случай людям, вот уже не только на приходе, сколько встречался со студентами, нашими в Московской академии, в Угрежской семинарии, напомнил, как святитель Марк Эфиский выступал на Ферраро-Флорентийском соборе. Ничего, обращался к папе Евгению, святейший отец, вот, и выражал радость о начале Ферраро-Флорентийского собора, а потом до конца бескомпромиссно защищал истину православия и не пошел ни на какой компромисс. Так что здесь-то как раз недоумений никаких нет. А вот чего нам ждать дальше, наверное, мы хотели бы услышать в достаточно близком будущем от нашего священноначалия. Ну что, спасибо вам за вот такой хороший ответ. Собственно, я в конце-то и хотел спросить, а мы говорили в начале нашей беседы о том, что сам факт вызывает вот некий доумень. Ну как же так, вот мы так долго не встречались, сейчас вот наконец встретились, а нужно ли нам это? Ведь они же еретики, куда нас толкают? Вот такие разговоры идут, но понятно, что в приходе верующие люди, которых вы знаете годами, конечно, они спокойно к этому относятся. Но есть и так называемая общественность широкая. Вот им как объяснить, что, ну подождите, вы разберитесь сначала, зачем же сразу скандалить и переводить все в какую-то политическую плоскость? Искать здесь вопросы, конечно, встреча имеет политическое значение, но принципиально политические задачи там никто не ставил. Вот им как объяснить, что подождите, в самом факте встречи двух выдающихся деятелей христианской церкви, православной, католической, есть свой смысл. Давайте подождем, вот эта рефлексия, она будет позже, по деяниям узнаем и оценим труды. Вот с секулярным обществом нашим, прости Господи, как разговаривать, они же считают себя православными, да еще и неофитами, там все же умножается вот на это горение, откуда-то взявшееся вдруг. Вот с ними сложнее. Как вам кажется? Знаете, мне кажется, людям как бы ревнующим о православии или думающим, что они ревнуют о православии, но при этом не слишком укорененным в вероучительной канонической церковной традиции, то есть у которых схемы мышления скорее такие общественно-политические. Можно напомнить и вот на такую очевидную вещь. На сегодня обнаружились три основные линии критикой, имевшей место декларация. Одна – это критика, скажем так, либерально-секулярная и критикует не столько патриарха Кирилла, сколько и папу Франциска за то, что он не то продался, не то по глупости своей, не то по компромиссности, не то по левацким своим взглядам уступил во всем русско-православной церкви, патриарху Кириллу, ну и, конечно, президенту Путину. Вот этим самым пока сдал все позиции России. Второй уровень критики или второе направление критики мы слышим со стороны украинских греко-католиков, которые уже выразили свое глубочайшее разочарование фактом договоренности и позиции Ватикана. И уже раздаются крики, что Ватикан нас предал. Ну и соответствующие представители украинской политической элиты тоже уже вновь поднимают тему о незалежной, в том числе и от Ватикана, украинской церкви, куда должны объединиться все настоящие украинские патриоты. Но вот неужели же наши гипертрадиционалисты или якобы традиционалисты хотят оказаться в одной компании с вот этой либеральной секулярной общественностью и с украинскими греко-католиками? Неужели даже по союзникам непонятно, что это определенного рода и униаты, так сказать, вместе, ну понятно, греко-католики и униаты, вот вместе с ними поднимать голос против существующих договоренностей за принципиальное, нравственное прежде всего, и практическое единство исторического христианства против воинствующего секуляризма и воинствующего религиозного фанатизма нехристианского, это как минимум означает предавать православие. Вот, по сути дела, сейчас воевать против той тенденции, которую я бы обозначила священноначалье, это предавать православие. Спасибо вам за такой комментарий. Спасибо, отец Максим, что вы смогли связаться с нами. Вот у вас был сегодня тяжелый день служебный, и завтра у вас тоже пойдете, будете служить литургию. С наступающего вас праздника. Спасибо, Господи, что вы с нами были эти несколько минут. Спасибо. Видите, как резко отец Максим сказал, предательство и все, если вот так себя вести. И, к сожалению, мы это читаем в благосфере. Сегодня же век, так сказать, открытости. И там этот ящик-то мы не закроем, Пандора, он уже открылся. Вот, и поэтому то, что там святейшие всегда говорят, что нужно действовать открыто, спокойно обсуждать, аргументированно объяснять, это очень важно. Собственно, мы вот за этим с вами и собрались. Ну, отец Максим сказал о том, что вот в его среде есть там разные вопросы, но, в принципе, ничего такого удивительного нет. Все ждут, что будет после. Ну, вот некоторые там преамбула, да, вот первые несколько частей декларации, они конкретно вот требуют пояснений. Потому что даже в церковной среде там есть вопросы, как говорится. Вот, есть вопросы, причем вопрос не у простых верующих, а в том числе и у священства. Ну, они так аккуратно сформулируют, скорее всего, из-за того, что, ну, крайне лапидарные эти кусочки. Вот надо бы пояснить. Вот горение по вере, это, конечно, очень хорошо. Здесь нельзя осудить никоим образом такое явление. Но еще лучше, когда оно соединяется со стремлением человека все-таки как-то углублять свое образование богословское. Особенно, когда вопрос касается такой тонкой сферы, как межконфессиональное отношение. Потому что зачастую, не зачастую, а в этой сфере, так сказать, даже богословская терминология, она имеет свою специфику. Поэтому, если мы вот почитаем преамбулу, подписанного Сидейшим Патриархом и Папой документа, то мы как раз столкнемся с употреблением знакомой или незнакомой нам богословской терминологии в совершенно специфическом, особом контексте, межконфессиональном. Так вот, для того, чтобы компетентно критиковать этот документ, эту преамбулу, нужно как минимум быть знакомым вот с этой терминологией и с особенностями ее применения в этом контексте. Сразу, что хотелось бы подчеркнуть? Что вопросы богословского характера, вопросы какого бы то ни было объединения на богословской основе, литургического объединения, Евхаристического, да. Они не то, что не обсуждались на этой встрече, они и не могли на ней обсуждаться по определению. Поскольку для обсуждения таких вопросов существует давно сложившийся, сформировавшийся формат. Формат богословского диалога, причем не просто между Русской Православной Церковью и Римско-католической Церковью. Такого формата не существует. А между Римско-католической Церковью и Православной Церковью, то есть всеми поместными православными церквами вместе взятыми, которые направляют своих представителей на заседание смешанной комиссии по богословскому диалогу с Римской католической церковью. И вот эта комиссия заседает с 1980 года, и есть определенные истории этого диалога, того, как он развивался. Если у нас будет возможность и, так сказать, интересно этом более подробно остановиться, а я думаю, что пришло время для того, чтобы этот вопрос осветить чуть более подробно, то мы можем это сделать. А встречи, касающиеся двусторонних отношений между отдельной поместной церковью и Римской католической церковью, да любой инославной церковью, они не предполагают обсуждения богословских вопросов, выходящих за рамки консультаций, консультативного формата. И уж, конечно, главы двух церквей, ну, не до того им было, чтобы обсуждать, чтобы вести богословские консультации во время такой вот исторической встречи, потому что на повестке было очень много других вопросов. Что касается самого богословского диалога, как я сказал, он идет с 80-го года, и в первое время, знаете, он развивался, так сказать, в таком ключе, как и прочие, наверное, богословские диалоги, не по принципу рассмотрения тех вопросов, которые разъединяют действительно два христианских мира, западный и восточный, а начался этот диалог с обсуждения тех вопросов, которые нас объединяют, которые и так всем понятны. Вера во Христа, вера во Святую Троицу, некоторые моменты экклезиологии, которые, в общем-то, являются общими для двух церквей. Не секрет, что у нас определенная совокупность богословских вопросов, у нас мы едины, поскольку тысячу лет запад и восток христианства пребывали в единстве. Но затем, очень скоро, уже с начала 90-х годов, богословский диалог с Римской католической церковью пошел в ином совершенно ключе, я бы сказал, в очень честном, прямом, откровенном и жестком диалоге. Да еще и контекст был соответствующий. Да, контекст был соответствующий. Вот все 90-е годы обсуждалась практически только одна тема, тема униатизма, униатства. Надо сказать, что не без участия прямого Русской православной церкви эта тема была внесена в повестку диалога. Было принято сегодня уже, наверное, известное многим соглашение в Баламанде, где впервые на вот таком межцерковном уровне уния была признана проектом несостоятельным, тем проектом, который не ведет к действительному объединению, к единству между христианским Востоком и христианским Западом. И далее какое-то время еще обсуждались богословские аспекты вот этой вот проблемы унии. Сегодня, я бы сказал, что мы зашли еще дальше в этом прямом диалоге, потому что речь идет и на повестке этого диалога, на повестке обсуждения смешанной комиссии по богословскому диалогу стоит самый главный вопрос, который лежит в основе разделения между Западом и Востоком. Между Западом, западным христианским миром и восточным христианским миром. Это вопрос осмысления такого явления, как папский примат или примат первоинствующего епископа в церкви в первом тысячелетии. Сегодня обсуждается эта тема. Обсуждение идет очень непросто. Сначала эта тема имела название такое более общее – «Соборность и примат». Затем документ, подготовленный в рамках обсуждения этой темы, был снят с повестки обсуждения. Начали ее обсуждать с нуля. И сегодня тот проект того документа, который обсуждается, звучит как наше общее понимание, общее понимание первенства, такое явление, как первенство римского епископа в первом тысячелетии. То есть та ключевая тема, которая стала причиной разделения в 1054 году. Там было потом много разных наслоений, там и Филеоква знаменитая, и о непререшимости папы, и чистилище, и все, что с этим связано. Мне как бы, может быть, сейчас не совсем уместно об этом говорить, я просто назвал несколько ключевых позиций. Но вот вы сказали объединение, единство, и вот сразу вокруг этих слов, так сказать, народ сразу напрягается. Какое единство, какое объединение, этого не может быть. Единство и объединение перед лицом общих угроз. Единство в совместном действии. То есть это не объединение на богословском уровне еще разное. Но вот люди этого не понимают, они очень пугаются. Ну, я думаю, что время как бы будет лечить это все потихонечку. Но, с другой стороны, вот такие понятия, как борьба со всеобщей бедностью, и тоже присутствует впервые такое, что патриарха и папа обратили внимание и подписали соответствующие пункты о том, что, вот я даже попробую себе позволить себе это зачитать, это, ну, проще сказать, что богатым странам напомнили про их ответственность. Про разрывы между богатыми и бедными. Что наш взгляд, наш общий, да, обращен к людям, находящимся в тяжелом положении, живущим в условиях крайней нужды и бедности, в то время, когда материальные богатства человечеству в целом растут. Ну, это же известно, что там столько-то семей контролируют, там, огромную часть, так сказать, мирового капитала. И вот это очень важно. Ведь сегодня один из раздражающих факторов, типа, социального взрыва, может быть, это неравенство. И русская церковь, собственно, в России всегда тяготились, и так богатство-то не сильно приветствовалось. Даже люди стеснялись этого, а на Западе наоборот. Мне подсказывает редактор, что есть вопрос у нас из дозвонившихся. Давайте послушаем, потом продолжим. Пожалуйста. Слушаем вас. Откуда вы нам дозвонились? И представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. Я хотел бы задать один вопрос. Вот если все христиане верят в Христа, почему у них возникает разногласие? Почему у них есть разногласие? Вот мне непонятно это. Ну, пожалуйста, лучше. Да нет, ничего проще. А почему у мужа и с женой, у которой есть одна плоть, возникает разногласие, вплоть до разводов? А почему возникает разногласие в одной семье между детьми и родителями? А почему возникает разногласие у одного народа, которые называют себя украинцами и забыли, что они русские? Ну, потому что дьявол в переводе на русский язык значит разделяющий. И он находит такие струны души человека и вкладывает такие определенные мысли, чтобы доставить себе удовольствие. И когда он разделяет людей одной национальности, одной семьи, одной церкви, он очень этому рад и это смакует. Чего же вы таких простых вещей не знаете, сударь? Поэтому это извечная такая трагедия с тех пор, как Адам с Евой согрешили. Тем самым уже возникли противоречия между Отцом, который их создал Господом Богом и Творцом, и ими. И вот это корень греха вошел в человечество. Почему? Ну, очень просто. Люди, к сожалению, весьма несовершенны. Поэтому Евангелие призывает нас, станьте совершенно, как Отец ваш Небесный, совершенно есть. Кстати, помните, во время беседы Папа, ну, на публике, он сказал, что вот, у меня, он с уверенностью сказал, я уже не помню там точно, но он сказал, что вот Дух Святой присутствовал здесь, когда мы общались. Значит, что? Значит, это было в атмосфере христианского смирения. Он, кстати, поблагодарил Святейшего за именно смирение, вот то, что, вот, и перетерпил, потому что больших препятствий потребовало преодоления, что эта встреча состоялась. Но именно вот этот контекст, аура, которая, ну, это тоже слово, конечно, не из христианского ряда, но, тем не менее, та атмосфера, которая была в этой встрече, она предосполагала к тому, чтобы ответственность, огромная ответственность лежала на этих людях и за сам факт встречи, это уже понятно, и за деяния, которые были сделаны. Ведь вот, вы же сейчас упомянули Украину, а ведь надо напомнить, что кроме унеотизма, что, в общем, мало кто ожидал, что в такой форме будет подписано. Это, ну, думали, намек будет, печаль какая-то по поводу, ну, тут конкретно было сказано. И еще были вещи, значит, печаль о разделении внутри православной церкви, о расколе, и второе, о бортубийственной войне на Украине, столкновениях. Эти три пункта касались одной Украины только. Вот, десятая часть текста касалась проблем Украины. Вот, сейчас же реакция вот идет на Восточную, на Западную Украину, что там, чуть ли, вот, отец Максим сказал о том, что мы, типа, отделимся от Ватикана. Ну, отделяйтесь. Ну, опять, это же не везде. Вот, у нас на приходе работают два... Западанца. Ну, да, можно так сказать. Думаю, да. Хорошие ребята, уже работают у нас не первый год. Они таким вахтовым методом. Один приезжает, другой уезжает. Ну, и что прекрасные люди. Вы себе ведете нужные спасительные беседы? Если они что спрашивают, я всегда с ним беседую. С удовольствием, с ним приятно беседовать. Потому что это труженики. Понимаете, вот, у них такие руки, как будто их нарисовал Ван Гог. Вот, знаете, в едоках картофеля. Такие вот настоящие крестьяне. Понимаете, вот, с ними просто общаться одно удовольствие. Никаких вообще нет противоречий. Просто им нет возможности заработать какую-то деньгу там у себя на родине. Вот, и это вот из-за того, что вот, в частности, выливаются вот в какие-то такие сплетни, подозрения и прочее, прочее. Потому что все мифологизировано до предела. А вникнуть не хватает ни образования, ни ума. Вот. И нету доверия к тем людям, которые это все-таки в какой-то степени имеют. Кстати, помню, после Великой Отечественной войны, когда эти территории были присоединены, всех удивляла набожность этого населения. Кресты. Вот как у нас гости приходили сюда на передачу. Да нет, даже не внешняя надужность, а именно внутренняя. И внутренняя тоже. Внутренняя. И это и то сохранилось. Очень молитвенные люди. Да. Вот. Если бы, так сказать, злые духи не внушали, то все было в порядке. Поэтому мы видим, опять же, в этих всех тенденциях очень много, ну, такого, хунвебинствующего народа, который, ну, к сожалению, не может в этом сам разобраться. И мы просто, ну, как всегда, во всех революционных процессах пользуются люди, которые на этом просто деньги зарабатывают аккуратно. Еще вот тоже меня попросили задать этот вопрос, что, ну, как же так, вот христиане разные, мы их считаем еретиками, чуть ли не коптов, вот тоже, типа, они еретики, зачем мы там, ну, как-то обращаем на это, простите. Но ведь такого не было никогда. Для нас неважно, в данном случае не имеет значения, какой из конфессии, ведь когда мы говорим о конфессии, вообще-то правильное употребление этого слова, это имеется в виду конфессии внутри христианской церкви. Да, вот мусульмане для нас не конфессии, они просто вот мусульмане, а вот внутри их там много, но они же христиане. Внутри церкви тоже есть конфессии. Да, внутри, это внутри церкви есть конфессии. Но вот мы же с вами... Просто они исповедуют по-другому. Да. Там шииты, сунниты. И, кстати, в определениях собора, вот недавно составившего архиерейского, там прямо сказано, что в соответствующем документе, что гонения на церковь и миру явлены новые мученики за Христа. Вот в наши дни. Их... и спекуляции на тему, что нет, их просто вот убивают, потому что они вот сопротивляются этим, значит, бандитам из Даиши или ИГИЛ, запрещенные у нас. Нет. Их убивают только потому, что они христиане. И это началось сразу после падения режима Саддама Хусейна. Это не вчера началось. Просто мир об этом молчал все это годы. Говорил только российский МИД и вот и патриарх московский. Когда кружку вам в храм поставили на сбор помощи христиане? Это где-то года два назад было. Это же не вчера случилось. Но святейший патриарх посетил Сирию и Ливан в самом начале вот этого кризиса, когда фактически уже на подступах к Дамаску и взрывы раздавались. И он своими глазами видел то, что там происходит. И у него состоялись очень знаковые, примечательные встречи с христианскими лидерами, в том числе региона, которые уже тогда понимали, к чему может привести разгоравшийся конфликт. Они уже тогда сказали, что одним из следствий этой войны и хаоса может стать полное исчезновение общих христиан и христианства в регионе Ближнего Востока. Поэтому святейший патриарх с первых дней так называемой арабской весны, с первых дней сирийского кризиса, он, конечно, возвышал свой голос в защиту страдающих братьев, потому что вы справедливо совершенно заметили, что в первые годы, да, наверное, года до 2014-го, совершенно об этом не говорилось, не писалось, не только на Западе, но и в общем-то и в нашей прессе достаточно робкие были заметки на этот счет. И первостепенной задачей было доносить вот эту правду о фактически развернувшихся гонениях на Востоке до мировой общественности. Ну и, конечно, русская церковь оказывала и гуманитарную помощь страдающим сирийцам, причем я вот здесь бы хотел подчеркнуть не только христианам. Мы, конечно, говорим в первую очередь о защите христиан, о поддержке христиан, но даже вот в декларации, подписанной святейшим патриархом и папой, ведь имеются слова о том, что помощь гуманитарная, что немедленная поддержка должна быть оказана всем страждущим в результате тех или иных конфликтов, в том числе конфликта на Ближнем Востоке. Вот гуманитарный груз, гуманитарная помощь, которая доставлялась в Сирию, она ведь распределялась практически двумя равными частями. Одна часть распределялась через православного антиохийского патриарха, а другая часть через верховного муфтия Сирии. Это принципиальная позиция русской православной церкви. Когда перед Новым годом у нас был с ним разговор, он как раз по линии ППО в основном шли эти гуманитарные помощи, и он рассказывал, как был организован вот этот механизм. И, конечно, когда там сирийцы разных вероисповеданий принимали эту помощь, они, ну, плакали, они это скандировали, там, все было хорошо, да, но это было так иск, и никто не ожидал, что такое вообще может быть. Они уже все смирились, что завтра их зачистят и ничего не будет. В этой же студии мы как-то рассказывали, что в Масуле есть гробница пророка Ионы, и там вот христиане жили. 90% населения истреблено, ушло, куда-то рассосалось, неизвестно, где оно находится. Гробница зачищена, там бетона нет, просто там ничего нет, там пустыня. Ее ликвидировали полностью. Это было вот два года назад, еще как бы войны особой не было. Ну, она была, ну, такая, она была ползучая. То есть вытеснение, и, по-моему, на Всемирном Русском Народном Соборе патриарх говорил, что вытеснение христиан с Ближнего Востока и традиционной вот этой территории, ну, Ирак имеется в виду, тоже часть Ирака, это будет цивилизационная катастрофа, что если христиане уйдут из того мира, где христианство, собственно, и начиналось. Кстати, соответствующее отношение там и в Ордании к этому конфликту, и, кстати, такие трезвомыслящие представители государства Израиля, они тоже понимают, что если эта волна накроет Сирию, то что будет дальше, это вообще непонятно. Поэтому с ними как раз понимание-то есть. То есть, если говорить о коптах, которых вы упомянули, то уж если мы не делаем различия между христианами и мусульманами, теми, которые там страдают, и стремимся оказывать помощь всем, тем, кто в ней реально нуждается, то уж, конечно, не делается при этом различия между христианами разных конфессий. Потому что, конечно, на Востоке сегодня страдают и православные наши братья, но и страдают, практически подвергаются вот такому тотальному уничтожению представители так называемых древних восточных церквей. Если говорить про Ирак, то это Ассирийская церковь Востока и Халдейская церковь. То есть, две церкви одной традиции, одна из которых сегодня находится под подчинением римскому папе. Один из иерархов, который вместе с другими архиереями Антиохийской церкви, же пропал. Нет, пропал иерарх как раз Сиро-Иковицкой церкви. Это одна из крупнейших христианских конфессий Сирии. Сиро-Иковицкий патриарх Ефрем недавно был с визитом в России, встречался со святейшим патриархом Кириллом. В ходе этой встречи тоже стороны пришли к очень важным договоренностям, в том числе связанным и с проектами какого-то нашего сотрудничества в гуманитарной сфере, в сфере оказания помощи сирийскому народу. Копты весь мир видел, как представители верующей коптской церкви с именем Христа на устах подвергались мучительной казни на берегу Средиземного моря. Вот те вот самые кадры, которые облетели весь мир, это были именно копты. Это были не православные христиане в нашем понимании, но люди гибли с именем на устах. И вот я не знаю ни одного случая, может быть, известен он вам или кому-то еще, чтобы те христиане, которых экстремисты брали в плен и подвергали этим казням, и требовали от них только одного – отрекись. Отрекись от Христа, сними крестик, чтобы кто-то из них согласился и сделал это. В нашей передаче осталось еще где-то минут 10-15, мы вступаем в финальную вот такую стадию. Трудно сейчас, конечно, выделить из этого текста очень такого концентрировано какие-то главные вещи, там, скорее, направления. Но, тем не менее, вот какой бы главный пастырский совет можно было дать, ну, вот отец Максим уже говорил об этом, что вот надо подождать, надо будет, хоть разберитесь. Но, тем не менее, все-таки я хотел бы, чтобы вы, может быть, добавили к этому нашим зрителям, православным христианам, и не только. Но, как относиться к этому, в каком состоянии и в каком отношении нужно быть к этому тексту, чтобы правильно оценить это? Ну, я вот сейчас возьму паузу, все-таки есть звонок у нас, по-моему, из Абакана, да, нам дозвонились. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Илья, я звоню из Абакана. У меня такой вопрос, как может повлиять встреча Святейшего Патриарха и Папы Римского на прекращение войны на Ближнем Востоке? Ну, вот это да, спасибо вам за вопрос, потому что очень многие как бы политизируют эту встречу и вот хотят какого-то практического результата, и прямо задают просто, ну вот мир-то будет или нет? Ну, очень просто, опять же. А как может повлиять церковная проповедь на то, что происходит в нашем мире? Вот, это такой же вопрос можно было задать апостолу Петру. Ну, вот что толку, что ты сейчас в Иерусалиме проповедуешь, а через несколько там лет тебя распнут ногами вверх? Это есть свидетельство перед Богом и всеми людьми. И христиане, для которых Патриарх и Папа являются духовными авторитетами, они могут на это среагировать. Каждый на своем месте. А уж в молитве это просто обязательно. Потому что, если христиане ничего не делают, оставляют это, вот так сказать, на волю такой какой-то судьбы, то это не по-христиански. Ну и, наверное, мы много говорили о том, вот почему встреча именно сейчас, почему эта декларация именно вот сейчас произошла, не 20 лет назад, не 2 года назад, не в какое-то иное время. Конечно, все промыслительно, все по промыслу Божию происходит. И, наверное, именно сейчас мир подошел к такой точке, когда необходим громкий, ясный голос духовных лидеров, совместный голос духовных лидеров. Потому что иные голоса, наверное, просто уже мир не способен услышать. Те стороны, которые вовлечены в противостояние, наверное, подошли к той черте, когда они не способны слышать друг друга и не хотят слышать друг друга. И поэтому последняя надежда, что мир услышит голос духовных лидеров. Ведь Святейший Патриарх Кирилл и Папа Франциск, наверное, самые яркие лидеры христианства. И я очень надеюсь и верю, что вот к этому мощному и к совместному голосу присоединятся и другие лидеры духовные. Может быть, не только христианские, но и лидеры ислама, которым тоже есть что сказать относительно тех же ближневосточных конфликтов. И потом, вот, ну, собственный опыт. Последние лет 20, ну, целые раи корреспондентов из разных изданий и электронных все время спрашивают, а почему не встречаются, а почему не встречаются. Ну, я понимаю, это в некотором случае сенсационная встреча, им это вот хлебушка, такого надо. И вот оно состоялось. И вот самое главное, что эти два человека хотели сообщить миру, тоже состоялось. Вот вы все спрашивали, теперь вот, а вы теперь вот почитайте, послушайте. Вот это важно. Это все равно мимо сознания у кого-то и пройдет. Но, а что еще можно сделать? Только молиться и призывать. Ведь это же послание направлено не только конкретным людям, которые воюют. Они, может быть, даже и слушать этого не будут. А вот европейским лидерам, чиновникам брюссельским, тем, кто их избирал, потенциальным, простите, избирателям, которым надо прислушаться. А потом американским католикам, которые в основном в консервативной партии состоят. Да, да, УАСПом этим знаменитым, да, в том числе. Хотя они в другой, но не важно. Они же все клянутся-то, когда президентами становятся на известные книги и присягают-то перед лицом Господа во славу Его служить своей стране хотя бы. Вот, и получается так, что, ну, а как? Что же вы делаете? И вот это свидетельство, оно крайне неприятно для многих. Оно высвечивает двуличность, двойные стандарты так называемые. Тот факт, что это замалчивались многие годы. Вот один из эффектов медийных, что уже замолчать ситуацию с христианской составляющей этого кризиса на Дальнем Востоке уже сейчас невозможно. Потому что за встречи папы и патриарха следовало... А что, собственно, они встречались-то? Так они бы сказали, что полтора миллиона оттуда ушло. Христиан, а не вообще людей каких-то. Хотя вроде бы там воюют мусульмане с мусульманами, там якобы. Ну, и потом сам акт, что вот, да, ну, скажем так, тысячелетнее молчание, отсутствие диалога, и вот это событие вызвало этот диалог, обратите внимание. По-моему, это вообще потрясающий такой ход. С точки зрения церковной политики. Я вот надеюсь, и вас, отец Стефан, зовут во всякие, значит, встречи, вы выступаете на пресс-конференциях, объясняете все. Это, конечно, еще будет продолжаться, я надеюсь, долго. Визит в Латинскую Америку был не только, значит, на Кубу, вот, и Антарктида, и Парагвай, и Бразилия. Ну, это уникальное, конечно, такое явление. Свет Христов просвещает всех в данном случае в Латинской Америке. Да, там живут много православных, но вот это посещение сегодня территорий, где христианская церковь наиболее крепкая, Латинская Америка, и это тоже вот серьезный факт нашей совместной жизни. Но я бы хотел, чтобы вы все-таки подвели, может быть, какой-то краткий там итог нашего разговора, ну, совсем краткий, может быть, обратились вот с тем главным, я перед вопросом говорил, на что обратить внимание, хотя бы в методологическом плане, понимая, что это за текст. Ну, если говорить все-таки о визите Святейшего Патриарха вот в Латинскую Америку, очень тоже часто задают вопрос, почему и зачем, да потому что там живут наши верующие, и в том числе и в Антарктиде существует наш храм. Вот поэтому Святейший Патриарх посещал эти места. Это главная причина его визита. И, конечно, поскольку там проживает и много инославных, и это католическая территория, в первую очередь, состоялись встречи с католическими иерархами, в том числе и в первую очередь с Папой Римским. Относительно встречи с Папой Франциском и итогов этой встречи, я бы призвал, конечно, наших зрителей, всех нас, внимательнее изучать текст принятой декларации, задумываться о причинах, почему состоялась эта встреча и почему были обсуждены именно эти вопросы, задумываться о том, какой каждый из нас может внести вклад в реализацию тех договоренностей, которые были заключены, и постараться воспринимать этот факт этой встречи как действительно факт исторический, направленный на то, чтобы христианство в мире крепло, росло и умножалось. У меня очень просто. Если мы хотим укреплять православие, мы должны доверять нашему священненачалью. Кто-то, кто не доверяет священненачалью, он разрушает церковь своим недовериям. Отец Максим то же самое сказал. Да? Ну вот, да, действительно. Вот это главное. И, в общем-то, это все просто достаточно. У нас вот это доверие и Святейшему Патриарху, это сегодня, наверное, такой важнейший камень, если не краеугольный, в том, что мы называем сегодня русское православие, наша русская православная церковь. Спасибо вам за разговор. Напомню, что он был в прямом эфире. Мы с полной ответственностью понимали, что нужно быстро прореагировать и ответить на вопросы, и пообщаться на эту тему. Спасибо вам, что были весь этот час с нами. На этом наша программа «Россия и мир» в прямом эфире завершается. Всего вам доброго, уважаемые телезрители, и до новых встреч на телеканале «Спас». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...